добрый день на дима привет ребята давайте проверим звук свет слышно видно нас поставьте огонечки лайки можно даже что-то прокомментировать можете есть какие-то пожелания так огонечки я вижу хорошо так давайте прям 30 секундочек и начинаем так ну что коллеги предлагаю уже начать не терять время 1101 всех приветствую на очередном нашем вебинаре рада всех видеть по количеству участников вижу то что многие уже не впервые у нас подключились вот кто нас не знает давайте знакомиться мы компания axelot меня зовут юлия со мной сегодня дмитрий ну а поговорим мы сегодня на следующую тему это применение именно оптимизационных моделей в автоматическом планировании складских операций до построим мы нашу встречу следующим образом я вообще немножечко напомню кто мы такие да все таки мы крупный холдинг расскажу какие компании входят наш холдинг да и чем занимаются далее мы поговорим именно об операциях да эту часть я отдам дмитрию вот но в конце ответим на все ваши вопросы коллеги мы принципе готовы начинать если вдруг кто-то задерживается или там кого-то отвлек важный звонок не переживайте вебинар у нас записывается поэтому смело потом можно будет найти запись на youtube канале но вопросы потом уже нам по почте по телефону задать мы на рынке функциональных технологий с 1998 года все это время мы занимаемся разработкой решением и внедрением программных продуктов да и вот за это время мы выросли в целый прям огромный холдинг групп компаний такова группа в нашу компанию входит несколько подразделений до которые занимаются разным ну определенным своим направлением например axelot soft да это компания внедрение и разработчик программных решений для автоматизации как складской так и транспортной логистики а также у нас есть собственная работа разработка для управления контейнерным и портовым терминалом есть всяческие платформы для разработки мобильных приложений есть например наше новое решение так село дом систем управления заказом да и вообще много-много чего интересного ну конечно же многолетний успешный опыт именно работы axelot soft непрерывно связаны и с экспертизы проектирования логистических процессов накоплены специалистами компании axelot консалтинг ребята представляют услуги консалтинга они могут провести всяческие аудирование площадок и вообще в принципе компании могут провести технологическое проектирование да и не только возможности многопрофильные именно инжиниринговые компании axelot technology которые специализируются на проектах комплексного оснащения складов и логистических центров ребята могут поставить кстати не только тсд но и вообще крупные роботы на склады которые будут управлять им и кстати в транспортной логистике тоже могут помочь например предоставить мобильные какие-то телефоны до для водителей ребята максимально сжатые сроки всегда готовы реализовать самые вообще современные концепции идеи в рамках наших проектов мы конечно же интегрируем системы да можем интегрировать вообще абсолютно по-разному но мы любим использовать нашу собственную разработку интеграционное решение датарион да как раз таки компании датарион ребята являются разработчиками программного обеспечения которые специализируются именно на решениях для автоматизации интеграции приложения и управления данными компания софрос это эти компания которая занимается специализируется на решение задач именно по управлению мастер данными и инцы и да то есть это построение системы хранения и не только компания толарикс занимается автоматизацией производственных предприятий на базе собственных разработок отраслевых решений ерпи или месс уровня ну и компания лагарион занимается разработкой вмс систем но правда не так как акселот софта у них в моя система не на базе 1с этот слайд подтверждает то что мы большие можем все и умеем все поэтому смело ждем ваших заявок на всяческие автоматизации исходя из нашего опыта рано или поздно вообще любое предприятие которое имеет какую-либо складскую площадь да неважно маленькую или большую сталкивается именно с необходимостью оптимизировать различные технологии хранения и грузопереработки продукции на складе и как раз таки решение этой задачи у нас позволяет организовать более эффективные бизнес-процессы да что выгодно компанию повысить утилизацию склада и конечно же оптимально разграничить разграничить товаропонтоки и нашим системах силот в мс помогает не просто применять различные методы оптимизации но я осуществить именно планирование оптимизационных заданий и в автоматическом режиме а какие же плюсы мы от этого получаем да мы существенно экономим пробеги всегда выстраиваем только выгодные какие-то пути обходы до маршруты за счет чего сокращается время на ту или иную операцию ну и конечно же по итогу мы получаем рост утилизации склада то есть на глазок до наши любимые кладовщики не всегда поймут где можно еще разместить товар да система вам автоматическом режиме выдаст куда можно будет разместить ту или иную коробочку все-таки где еще осталось место на вашей складской площади это наша гордость да мой любимый склад слайд наши клиенты в некоторых компаниях мы уже реализовали данный функционал да можете увидеть то что мы работаем с компаниями абсолютно любой направленности кстати программный продукт мы внедряем не только в россии но и также странах снг и дальнего зарубежья а вот поэтому не боимся новых каких-то задач сложных задач ресурсов нам хватает до этого самый главный вопрос от наших заказчиков у нас в штате более 350 сотрудников да и это позволяет нам вести одновременно более 40 проектов поэтому не переживайте наши контакты будут в конце вебинара да либо их можно увидеть на сайте поэтому обращайтесь звоните ждем ваших заявок ну и о чем же все таки сегодня мы с вами поговорим да затронем тему именно алгоритмов автоматического планирования размещения также поговорим об оптимизации именно складских мощностей при пополнении поговорим о разделении функциональности складского персонала именно при сложных схемах пополнения да ну и и затронем тему управления полностью размещения товаров зонах отбора и обсудим различные варианты именно дефрагментации складского пространства ну а как же мы сможем именно оптимизировать пополнение размещения или же там перемещение товара да там при изменении склада нам детально именно сейчас расскажет мой коллега дмитрий спасибо юля давайте давайте поговорим об организации внутрь складских перемещений автоматическом режиме то есть рано или поздно любое предприятие эксплуатирующие складские площади сталкиваться с необходимостью оптимизировать различные технологии хранения продукции на складе они хотят спроектировать процессы пополнения зон отбора определить максимальный процент реализации склада оптимизировать порядок обхода и размещения см на складском комплексе и структурировать взаимодействие сотрудников склада для оптимального разграничения товара потока вели наших фронтов используются зоны коробочного и штучного отбора они могут представлять собой как стеллажным конструкции кантальных стеллажей с еще иками отбора конструкции мезонина либо полочных стеллажей на которые возможно выполнить размещение товара уже штучной либо коробочной кратностью. При этом кратность пополнения товара может определяться на уровне конечной зоны или ячейки получателя товара. Например, при выполнении целыми подобными с товаром возможно разместить на ячейки зоны отбора на первый ярус, а при пополнении коробочной или штучной кратностью также возможно разместить товар на ячейки полочных стеллажей или мезонина. На слайде у нас представлен пример как раз нашей кратности, как оно используется, может быть. Палетная, коробочная, либо штучная. Для определения зоны ячеек размещения хранения в Axelot WMS используются такие понятия, как зона объектов хранения и ячейки объектов хранения. Зоны ячейки объектов хранения – это перечень зон и ячейок и контролируемых в них параметров, настраиваемых для товара, которые используются при выполнении алгоритмов планирования размещения пополнения. На слайде представлен пример заполнения зоны объектов хранения. Он, как мы видим, разделен на несколько групп, то есть может быть группа как штучное пополнение, так и полетное пополнение. То есть группа реквизитов полетное штучное пополнение – это параметры, которые используются в алгоритмах планирования с кратностью штучная, либо коробочная. Для них заводятся отдельные реквизиты, то есть реквизит – количество мин, которые определяют, при каком количестве запускается планирование пополнения для выбранной зоны или ячейки. И количество МАКС – он определяет максимальное количество товара в зоне ячейки, до которого будет осуществляться пополнение. Группа реквизитов полетное пополнение – это параметры, которые используются в алгоритмах для планирования полетной кратностью. В них также присутствует реквизит, который называется «количество мест хранения». Он определяет количество мест хранения, которое надо поддерживать в требуемой зоне. И также есть такое значение, как неучитываемый остаток. Он определяет количество товара в месте хранения, при котором оно считается пустым и, как следствие, создает потребность для пополнения. Например, если в зоне хранения находятся три места хранения, в реквизите количество мест хранения МАКС указано значение 3, а в реквизите неучитываемый остаток 50 штук, то при количестве товара на одно место хранения 40 штук будет запущено планирование пополнения, в результате которого спланироваться только одно место хранения. И на следующем слайде мы с вами видим, как представлены примеры заполнения зон ячеек и зон объектов хранения, в которых указано уже количество минимального и максимального значения. Также хочу отметить, что заполнение может быть не для одной зоны, а для ряда зон размещения. Также хочется сказать, что при планировании товара, который необходимо пополнить, возможно настроить различные вариации поиска запасов для пополнения. То есть он может быть по методу FIFO, FIFO, LIFO, по минимально заполненным ячейкам, либо по оптимальному маршруту. И при учете поиска ячеек для пополнения, система WMS Axelot также может контролировать товарное соседство в рамках одной ячейки без участия сотрудников склада. При настройке правил совместимости используются механизмы настройки запретов смешивания различных SQ. Извиняюсь. Далеко убежал. При определении поиска ячеек в нашей системе возможно использовать несколько вариантов подбора ячеек для пополнения. То есть могут быть различные приоритеты подбора ячеек. Они могут быть такими, как пустые места хранения, то есть для размещения планируются пустые ячейки. Это могут быть заполненные места хранения, для размещения планируется частично заполненные места хранения. Это может быть наименьшее число мест хранения, то есть для размещения планируются в первую очередь пустые ячейки или ячейки с большим объемом. А далее уже по мере наполненности ячеек, то есть ячейки подбираются исходя из того, что в результате для размещения использовались их минимальное количество. Это может быть приоритет как к тому же объекту хранения, то есть для размещения планируются частично занятые ячейки, в котором уже есть соответствующий товар. И также может быть приоритетом выступать как класс ячейки по классификатору. Также в текущих алгоритмах возможно и настроить ограничения доступных в зон размещения, куда уже будет заполняться пополнение. И как раз товарная соседка. При учете поиска ячеек под пополнение системы Axelot WMS также может контролировать товарная соседка в рамках одной ячейки без участия сотрудников склада. При настройке правил совместимости используются механизмы настройки запретов смешивания различных объектов хранения либо различных партий. И следовательно на слайде мы видим пример настройки совместимости объектов хранения. В этом случае при определении ячейки размещения товара алгоритм проверит возможность спланировать товар в ячейку с текущими настройками. В случае, если товар подойдет под критерии планирования пополнения в данную ячейку выполнится. Если нет, то система попытается спланировать другую ячейку, которая уже подходит под правила. В данном механизме также возможна и более сложная и гибкая настройка, при котором можно определить несколько элементов для сравнения и добавить уже дополнительные условия для совместимости. Также на слайде представлен пример использования произвольных настроек, при котором возможно выбирать доступные и заведенные в систему критерии. И как видите, настройка она довольно простая и не требует дополнительного вмешательства в код. Давайте рассмотрим, как выглядит задача на ТСД для пополнения товара у исполнителя. То есть процесс обработки товара потолка выглядит следующим образом. Изначально складком сотруднику необходимо отсканировать поддон либо короб, на который будет выполняться уже непосредственно отбор товара для пополнения. Далее на изображении номер 2 мы видим, что система предлагает отсканировать штрих-код ячейки, с которой нам необходимо забрать. То есть в моем случае это ячейка 48233. Далее автоматически система предлагает отсканировать и указать товар, который нам необходимо подобрать под пополнением. И после того, как мы отсканировали штрих-код товара, система нам говорит, какое количество товара нам необходимо забрать под пополнением. После ввода количества у нас автоматически происходит переход на операцию положить. И система нам предлагает указать ячейку 022613. Следовательно, ячейка подбирается автоматически, но также мы все понимаем, что на складе могут использоваться и форс-мажорные обстоятельства. То есть может быть ячейка занята, может быть проезд закрыть. Тем самым исполнитель может использовать так называемый механизм проблемы. То есть на TSD нажать меню проблемы, указать, например, ячейка занята. Тем самым система спланирует автоматически планирование размещения уже в другую ячейку, исходя из заданных правил для товара. И на следующем слайде мы уже с вами видим процесс выполнения-пополнения уже целым местом на TSD, как видит исполнитель на складе. То есть для этого система предлагает перейти на заданную ячейку и отсканировать штрих-под поддона, который нам необходимо забрать. После того, как мы отсканировали штрих-под поддона, система предлагает уже отсканировать штрих-под ячейки. В моем случае это ячейка 031411. И нам остается только переместить данный поддон на ячейку и зафиксировать наш поддон в данной ячейке. Следовательно, таким образом мы видим, что система спланировала автоматические ячейки размещения без учета сотрудников. И как же это все стало автоматическим? То есть запуск планирования запускается автоматически на основании данных о планированном заказе. Или о заказах под общую потребность авара. То есть те, которые планируются к выполнению, или те, которые уже в работе, но по ним не хватает авара под полную потребность. Также при планировании пополнения добавляются в фоновом выполнении и могут исполняться на момент, когда нет основных заданий по процессу. Давайте представим, что у нас есть склад, на котором имеются зоны хранения фронтальных стелжей и зоны мезонина. При пополнении зоны штучного отбора, куда проблематично подъехать на складской технике, возможно использовать зону буфера хранения, так называемую примыкающую зону. При выполнении пополнения товара в зону мелкоштучного товара, зона буфера может выступать как связующим звеном. В таком случае, чтобы минимизировать работы складских сотрудников и четко разграничить функциональность, возможно разделить на две роли. То есть первая роль – это водитель штабелера, который выполняет перемещение палеты с зоны хранения в зону буфера хранения. И второй – это кладовщик, который выполняет размещение в зону полочного отбора. Также процесс выполнения пополнения товара также может выполняться исходя из потребностей в размещении. Например, рассмотрим вариант, когда необходимо из зоны хранения снять целый палет товара и выполнить пополнение только части данного поддона. В этом случае в системе сформироваться задача на пополнение целым поддоном в зону буфера хранения. При выполнении задачи на размещение целого поддона в системе уже автоматически сформироваться задача на пополнение объекта нехранения в конечную зону мезонина. И уже после завершения выполнения задачи с зоной мезонина создаться задача на размещение пополняемого ранее поддона обратно в зону хранения. Тем самым мы освободим зону буфера от избыточного товара, мы задействовали минимальное число ресурсов в содружестве выполнения товара и выполнили ряд операций без оператора склада. После наших последних слайдов мы начали переходить к теме планирования автоматических перемещений товаров из зоны с целью оптимизации складских площадей. Очевидно, что для максимально эффективного использования потенциала складских площадей следует оптимально располагать товар в ячейках. Чем компактнее размещена продукция, тем меньше требуется складского пространства и следствие ниже расходы на содержание склада. Таким образом, плотность хранения продукции можно увеличить, а неиспользуемые площади сократить или адаптировать под другие нужды складского хозяйства. В системе Axelot WMS используют алгоритмы уплотнения и они могут быть связаны с следующими ситуациями. То есть, это необходимость освобождения частично занятых ячейок, необходимость освобождения зоны отбора от товаров, не востребованных в ближайшее время, либо это может быть восстановление класса АБЦ. Следовательная методика уплотнения может быть следующей. На слайде представлены типы алгоритмов, которые могут быть задействованы в нашей системе. Это может быть как совмещение одинаковых остатков. То есть, алгоритмы выполняют совмещение одинаковых остатков объектами в рамках одной зоны. Это может быть совмещение различных остатков, то есть, выполняется совмещение различных остатков в рамках также точно одной зоны. Это может быть вытеснение из зоны отбора, то есть, уплотнение выполняется при выявлении объектами хранения в зоне отбора, в котором не было обращения энное количество времени. То есть, данный параметр дается параметрически. Это может быть вытеснение в другие зоны. Алгоритм выполняет вытеснение остатков из зоны, для которой планируется уплотнение в видные зоны. И это может быть восстановление класса АБЦ. То есть, алгоритм планирует перемещение объектов хранения таким образом, чтобы объект был размещен в ячейку соответствующего его класса по классификатору. Давайте более подробно рассмотрим алгоритм совмещения различных остатков. То есть, в данном алгоритме система возможно настроить следующие параметры. То есть, как мы видим на слайде, данный алгоритм у нас имеет несколько реквизитов. И, следовательно, давайте поговорим про них. Это могут быть как настройки размещения, как регламентное исполнение. То есть, при данной настройке возможно выполнять алгоритм вместе со всеми алгоритмами уплотнения. Либо можно задавать собственное расписание для запуска регламентов в определенное время. Это может быть кратность перемещения, может быть как штучная, коробочная, либо полетная. Есть признак, что необходимо учитывать настройки совместимости в зоне. Также точно есть значение, как уплотнять ячейку только целиком. Следовательно, она регулирует возможность планирования частичного уплотнения. То есть, при установке этого признака перепрещение планируется только в том случае, если запасы ячейки полностью планируются к уплотнению в другие места хранения. И есть такой параметр, как допустимое количество различных объектов хранения в ячейке. То есть, при установке этого признака возможно установить максимально допустимое количество товаров в ячейке при выполнении уплотнения. Давайте рассмотрим еще один алгоритм. Он называется вытеснение в другие зоны. И при данном алгоритме у нас появляется возможность управлять остатками в зоне отбора и высвобождать ячейки от товара в соседние зоны, которые не выстребованы в ближайшее время. Следовательно, настройки данного алгоритма почти такие же, как и на предыдущем слайде. Но здесь у нас появился блок вытеснения, в котором задаются следующие параметры. То есть, может быть так, период анализа. Это задается количество часов. И данный параметр позволяет выявить товар, для которого в течение указанного времени не было сформировано задач на отбор. И такой товар должен быть перемещен в другие зоны. Есть реквизит, который называется тип алгоритма размещения. То есть, мы можем планировать ячейку либо сразу же, либо планировать ячейку при выполнении задачи на тест. И, следовательно, приоритет подбора ячеек. Также точные значения могут быть как пустые места хранения, заполненные места хранения, наименьшее число мест хранения, к тому же объект хранения, либо класс ячейки по классификатору. И в ходе наших предыдущих слайдов вы, наверное, заметили, что в системе WMS также возможно настроить и определить поиск размещения товара на основании классификатора ABC. То есть, выполнение расчета классов ABC выполняется системой автоматически. И для расчета необходимо выбрать показатель, по которому будет выполняться расчет. В качестве показателей доступны следующие значения. Это как количество операций всего, количество операций на взять, количество операций на положить. Это могут быть количество упаковок, количество в базовых единицах. Это может быть объем, масса, либо это может быть стоимость. И, следовательно, рассчитанные классы могут использоваться для планирования размещения и уплотнения и пополнения. На слайде мы видим с вами примеры для алгоритма пополнения и для алгоритма пополнения. Следовательно, в алгоритме пополнения у нас есть как раз настройки поиска ячейок, в котором задается приоритет как класс ячейки по классификатору. и задается классификатор с последовательностью выбора класса. Про последовательность выбора класса мы с вами уже поговорим на следующем слайде. Ну и также точно при алгоритме уплотнения указывается тип, как восстановление класса АБЦ, и, следовательно, его классификатор и выбор класса. При планировании с учетом классификатора ВМС планирует размещение с учетом соответствия класса, объекта хранения по классу ячейки. Для расчета класса используется метод касательных. При использовании данного метода границы классов определяются автоматически, и данный метод является наиболее удобным в использовании. Решение задачи классификации по данному методу заключается в построении кривой, парето на основании доли с накопленными итогами по объему и построению двух касательных к данной кривой, точки пересечения касательных кривой и будут границами к классам. Именно благодаря ему границы класса в каждый конкретный момент времени определяются по ситуации, они жестко фиксируются. И, следовательно, на слайде у нас представлена как раз наша последовательность выбора класса, по которой мы видим, что товары класса А будут планироваться в ячейке с классом А, Б и Ц, товары класса Б будут планироваться в ячейке класса Б и Ц, и, следовательно, товар низко оборачиваемый класса С будет планироваться в ячейке класса С. Также на слайде мы видим пример, например, для ячейки фронтального стеллажа, у которой как раз заполнен класс А. Также хотелось пригласить на конференцию по автоматизации завтра. Да, коллеги, хотим воспользоваться возможностью и рассказать то, что у нас в следующем месяце будет конференция в Ростове, будет она 15 ноября, вот поэтому регистрируйтесь, мы вас ждем, будет весело, интересно, вкусно, так что с кем не знакомы, познакомимся, пообщаемся, уверена, что завершится это все новыми успешными проектами, вот, поэтому ждем, регистрируйтесь. Редактор субтитров А.Семкин